Соломон Мир вам, дорогая Церковь! Один из самых мудрых людей, когда-либо живших на земле, Соломон сказал всему своё время, в том числе время насаждать и время вырывать посаженное. Когда мы с вами сеем свои семена, мы ожидаем, что они принесут урожай. И я верю, что когда мы сеем в добрую почву, в Царство Божье, когда мы участвуем в жизни Церкви, служим тем людям, которых Господь посылает нам, мы сеем в добрую почву. И Господь обязательно благословит наши семена, и они принесут обильный урожай. Но мы также понимаем, что от момента сеяния до момента жратвы должно пройти определённое время. И мы с вами должны заботиться о наших семенах, поливать, ухаживать. Но время, когда придёт урожай, зависит от Господа. Я хотел бы прочитать два местописания. Первое – это Экклезиаста, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его». И второе местописание – это Галатам, 6 глава, 9 стих, где сказано «делая добро, да не унываем, потому что в своё время пожнём, если не ослабеем». Нам нужно продолжать сеять семена. Нам нужно ухаживать за нашими семенами. Но Господь благословит это семя. И когда мы говорим о времени, которое должно пройти, я всегда вспоминаю проповедь епископа Рика и его рассказ о том, как он, будучи ребёнком, посеял семя кукурузы. Он всё правильно подготовил это семя к посадке, посадил его. Но нетерпение урожая было настолько сильным, что он каждый день по несколько раз в день подходил к земле, к почве, наблюдая. Ну что, там уже появились росточки? Ну что, уже урожай готов? И закончилось тем, что он просто достал это семя из почвы, и семя погибло, и не принесло никакого урожая. Я думаю, что многие дети так поступают. Но мы с вами не дети. Давайте мы будем ожидать, что в своё время Бог обязательно благословит нас обильным урожаем в нашей жизни и через нас в жизни других людей. И хотел бы ещё раз вернуться к книге Экклесиаста, к 11 главе, и вместе с вами прочитать с первого стиха. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадёт дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадёт. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Давайте мы не будем смотреть на ветер, давайте не будем смотреть на облака, давайте не будем смотреть на обстоятельства, которые окружают нас. Давайте мы будем верны в наших десятинах, в наших приношениях и в том, что Бог просит нас совершить. И в своё время, когда облака наполнятся, дождь благословений до избытка и зальётся в нашу жизнь и в жизнь других людей через нас. Благословения вам, дорогие, с миром Божьим!